Головной мозг расположен в полости черепа. Как и у всех позвоночных животных, в головном мозге человека выделяют пять отделов. Продолговатый мозг, средний мозг, мозжечок, промежуточный мозг, большие полушария головного мозга. Первые три отдела составляют задний мозг. Промежуточный мозг и большие полушария входят в передний мозг. До среднего мозга включительно головной мозг представляет собой единый ствол. Далее он разделяется на две симметричные половины. Продолговатый мозг является продолжением спинного. Как и спинной мозг, он выполняет две основные функции – проводниковую и рефлекторную. Благодаря проводниковой функции продолговатого мозга нейроны спинного мозга связаны с высшими центрами головного мозга. В продолговатом мозге находятся центры рефлексов, определяющих базовые функции организма – дыхание, работу сердца, пищеварение, защиту, кашель, чихание, рвота. От продолговатого мозга отходит блуждающий нерв. В строении среднего мозга выделяют четверохолмия, верхние бугры которого содержат центры первичной обработки зрительной информации, а нижние – центры первичной обработки слуховых сигналов. Совместно с мозжечком средний мозг поддерживает тонус мышц и регулирует позу тела. Можжечок находится позади среднего мозга и отвечает, кроме регуляции позы тела и мышечного тонуса, за координацию медленных и быстрых движений. Верхняя часть промежуточного мозга представлена таламусом, нижняя часть – гипоталамусом, связанным с гипофизом. В таламусе находятся центры обработки информации, приходящей от органов чувств, кроме органов обоняния, центры болевых ощущений и центры, контролирующие биологические ритмы. Гипоталамус управляет работой гипофиза, а через него и работой всей эндокринной системы. Центры голода и жажды также расположены в гипоталамусе. Большие полушария разделены на правое и левое полушария, которые связаны между собой мозолистым телом. Большие полушария покрыты тонким слоем серого вещества – корой. Глубокие борозды разделяют каждое полушарие на доли – лобную, теменную, височную и затылочную. В затылочной доле расположены высшие зрительные центры, в которые информация поступает от зрительных ядер таламуса. В них формируются зрительные образы. В височной доле находятся высшие центры слуховых ощущений. Центры вкуса и обоняния расположены в глубине височных долей. В центрах лобной доли суммируется вся анализируемая информация и возникает целостное восприятие образа. Ядра лимбической системы расположены в глубине больших полушарий. В них находятся эмоциональные центры, центры, обеспечивающие возможность обучения. Кроме этого, в лимбических ядрах расположены центры страха, ярости, удовольствия. Головной мозг – основная часть нервной системы. Он состоит из пяти отделов – продолговатого мозга, среднего мозга, мозжечка, промежуточного мозга и больших полушарий. Деятельность человеческого организма находится под контролем головного мозга и прежде всего коры больших полушарий. Обеспечение взаимодействия с окружающей средой и осуществление психической деятельности – вот главные функции головного